итак привет друзья всем огромный привет сейчас покажу вам интересный домик я скажу честно мне нравится здесь до поры до времени эти дома никому особо даром не нужны были но сейчас соседский дом мы провели сделку он был куплен в ипотеку через газпром банк да 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 газпром банк самый тяжелый банк для частных домов но он уже куплен последний дом он был самый дорогой тоже куплен а вот дом я покажу он самый недорогой но во всяком случае и мне и отцу он понравился больше всего вот именно этот дом цена 22 миллиона рублей сразу скажу да сразу спойлер ну потому что если вдруг кто-то хочет дом еще дешевле но ребят извините вам нужно смотреть обзоры недвижимости которые продаются ворске здесь 22 миллиона рублей даже в своем родном прекрасном красноярске или например там не за этом саратове вы не сможете купить более-менее что такое хорошее этот дом как бы современный но построен не в стиле минимализма атакует напоминает такой смесь такой скандинавского современного стиля и так далее само собой здесь можно сделать бассейн при желании можно сделать небольшую зону барбекю и что мне нравится именно вот в этом доме то что сюда можно спокойно припарковать два прекрасных автомобилях вы видите да даже священная toyota ты спокойно можешь мимо нее пройти ты не задеваешь прямо-то прям в тему да ты спокойно вот спокойно проходишь посмотрите да спокойно проходишь это действительно покупает и вторую машину также можно здесь ставить поэтому вот передняя часть может полностью задействована именно под ваши нужды подкупает в этом доме что все-таки в этом доме уже сделано предчистовая отделка подкупает размер 130 квадратных метров например у меня в родителей дом в ворске был примерно такой же планировки на первом этаже был санузел здесь же для газа да все сделано была спальня их хозяйская на первом этаже а вот на втором этаже вот в родительском доме были две спальни и здесь все то же самое только у нас спальни были без санузла а здесь еще дополнительно не санузел но здесь еще одна такая фишка есть здесь есть такое понятие как второй свет что значит второй свет ребят что значит второй свет а это ведь о том что здесь соответственно прям пространство пространство про чувствуется пространство и если мы посмотрим например по лестнице должна быть кухня по логике именно здесь должна быть кухня вот здесь должна быть обеденная зона и вот в этом месте можно поставить диван и вот как раз на стене можно повесить тот самый телевизор тот самый зомбоящик По большому счету цена 22 миллиона, я скажу так, соседний дом был подороже, он стоил 23,5 миллиона рублей, его купили люди, которые имели свою недвижимость в Сочи, а точнее в жилом комплексе 1,2,3. Они прожили, поняли какие есть плюсы, какие минусы есть у квартиры, у них 2 ребенка и решили все-таки, что лучше им взять отдельно стоящий дом. И они купили, потому что за эти деньги, например, за 23,5 миллиона рублей можно купить квартиру в 65 квадратных метров. Опять же нужно еще подсуетиться по поводу парковки и так далее, а можно купить вот такой вот дом, можно купить такой дом. Они говорят, мы все равно, что жилом комплексе 1,2,3, что с этого дома все равно детей будем родить в школу и вот как бы так. Есть еще дом немножко там подороже, который там вроде как бы земли больше, но нам, например, с отцом вот именно вот этот дом понравился больше всего. Да, здесь море не в пешей доступности, но понимаете, когда вы с регионов смотрите этот видеоролик, вы будете, блин, дом, а где море, а как на море. Те люди, которые пожили, да, например, тоже местные, да, по сути получается, они прожили в Сочи 5 лет и покупают дом. У них требования к дому немножко другие, да, им нужна, чтобы там была тишина, спокойствие, чтобы у него было шума, гамма, чтобы была зелень и так далее. Для них это важно, важно подъездные пути, важно, чтобы от центра находилось недалеко. Здесь до центра, до центра 10 минут, до, я хотел бы пешком, 10 минут на любом общественном транспорте, до центра Сочи. Поэтому у них требования другие, потому что, когда они выбирали квартиру, тоже, говорят, мы сначала, смотрели, чтобы там близко море было, то, все, ровная поверхность, а потом поняли, что это все ерунда, когда ты приезжаешь в Сочи, ценности немножко меняются, и ты понимаешь, что ты в Сочи будешь пахать, а если нужно, ты все равно поедешь на какой-нибудь пляж, спокойно, в комфорте, ты пешком все равно ходить особо не будешь. Не верите? Вот мы отдыхали с папой в отеле Босфорс, Босфорс, хороший отель все, море находилось на стоянии 200 метров, 200 метров, ребят, чтобы вы понимали. И как вы думаете, эти 200 метров ходил только я, папа, мой брат и, соответственно, моя дочка. Все остальные ждали тот самый маленький электрокар, гольф-кар, и они их отвозили. Даже 200 метров люди не хотели пешком пройтись до моря. Мы, наоборот, ни разу на этом гольфе не проехали, потому что нам хотелось больше походить, чтобы там, не знаю, там жирок растрясти, в конце концов, да, и нравилось смотреть по сторонам и так далее. Здесь примерно ситуация то же самое. Здесь даже люди, которые живут там на расстоянии 500 метров от моря, например, они все равно берут и на такси, или там на автобусе едут до моря, потому что в жару хоть там 500 метров идти, хоть 300 метров все равно напряжено. Поэтому как бы те люди, которые живут в городе Сочи, для них море уходит на второй план. Почему? Ну, потому что ты можешь спокойно заработать, и ты можешь спокойно позволить себе поехать в какое-нибудь там любое другое крутое место и так далее. Хотя вот я стоил предыдущий домик, да, он стоил, предыдущий домик немножко прям подороже, да, прям чуть-чуть прям подороже. Он именно для тех, кому нужно близко моря. Ну, там суета, там туристы, там полуголые будут ходить и так далее. И вот выбирая даже между этих двух домов, например, сам бы себе, я бы взял бы этот дом. Мне у этого дома больше нравится концепция, больше нравится двор, больше нравится по мелочам все остальное. Понимаете? Вот как бы так. Поэтому, конечно же, здесь уже выбор за вами, но я считаю, как он сделал домик, заборчик, все красиво снаружи смотрится просто потрясающе, ребят. Я считаю, что такие дома, они действительно заслуживают вашего внимания. Тем более цена адекватная, 22 миллиона рублей, который был чуть подороже и самый дорогой уже купили. Понимаете? Люди видят такой дом, да, посмотрят всякую дичь по 40 миллионов, там приезжают сюда, а им цены говорят 22 миллиона. И они думают, блин, какой-то подвох, ну как так? Почему 22 миллиона? Стены отштукатурены, канализация есть, электричество есть, окна хорошие. Ну как так? Наверное, что-то не то, но я могу сказать со 100% уверенностью, что данный дом пройдет у вас под любую ипотеку. Здесь дом полностью законный, с документами все чисто и вот живое доказательство. Это хорошая молодая пара с двумя детьми, с Красноярска, очень такие заряженные, продуктивные. Мне очень понравилось с ними работать, просто красавцы, не знаю там. Вообще, в последнее время у меня к Красноярску такое-то очень хорошее отношение, потому что вот у меня друзья, вот мы там ходим в баню, как бы получается, если наша компания 6-7 человек, там 3 человека из Красноярска. Такие открытые, позитивные. Но есть, конечно, еще и минус, потому что у всех этих друзей есть их общие друзья, которые верят в чудо, которые считают, что продавая квартиру в Красноярске за 7 миллионов рублей, они здесь могут купить пару квартир, судя по объявлениям на авито, как бы так, потому что люди из Красноярска довольно доверчивые. Но при этом они хорошие друзья, с ними не страшно куда-то идти, с ними приятно общаться, они культурные. В общем, не знаю, к Красноярску огромный респект и уважение. В общем, как бы так. Поэтому, ребята, если вдруг хотите хороший, достойный дом, относительно за недорого, 135 квадратных метров, все-таки это хорошая площадь, опять же, здесь все-таки есть 3,5 сотки земли, здесь есть, где посадить там лучок, в конце концов, здесь есть, где разместить бассейн. Опять же, у этой локации гораздо ближе, чем Адлер, чем Хоста, до центра Сочи сюда можно спокойно ездить без напряга, то это ваш вариант. Да, три спальни, одна спальня будет внизу, две наверху, второй свет, штукатуренные стены, снаружи дом просто бомба, со всеми документами. Хороший, шикарный вариант для вас. Поэтому, ребята, обращайтесь, помогу вам стать счастливым обладателем. Ипотеку заведем, ипотеку оформим, никаких раздоплат не возьмем. В общем, все эти расходы мы возьмем на себя. Пока.